у меня 200 лошадиных сил ну сколько у него 180 с небольшим у меня мы понимаем что пикапа в принципе штука не гоночная хотя нас пытались подрезать а мы вот так уехали и потом ну вот это девица дура не посмотрела куда ехать друзья всем привет у нас сегодня два могучих автомобиля toyota hylux и mitsubishi l200 и разумеется такие автомобили должны тестировать мужчины с большой окладистой бородой ну например как у федора конюхова таня у тебя есть борода вот ты абсолютно сегодня не прав всем привет на самом деле мне досталось сегодня toyota hylux и я на toyota hylux между прочим уже проехала много тысяч километров например шелковый путь и он мне спас жизнь и тем китайским журналистам которых я возила да с которыми ты сделал вот так нет нам пытались нас пытались подрезать а мы вот так уехали и потом ну в общем стойку сколько мы проехали на этом автомобиле от примерно 12 тысяч километров это и пустыня гоби и всевозможное отсутствие дорог в монголии поэтому я этот автомобиль знаю и просто очень счастлива что у меня сегодня достался я думаю что l200 не менее легендарный автомобиль он долгое время был самым продаваемым в россии сейчас они с toyota и с уасом бьются как-то за лидерство вот это вот эти два автомобиля плюс уаса это вот ну по сути весь наш рынок пикапов да есть китайцы но они совершенно не при делах объемов продаж нет даже несмотря на там относительно привлекательные цены да какая разница что продается у нас в россии toyota hylux это самый продаваемый автомобиль в мире я имею ввиду из пикапов сколько их по-моему 18 миллионов было продано я хочу сказать что на нем ездят что в китае все возможности хозяйственных что всякие борцы за свободу все выбирают toyota hylux потому что toyota hylux это просто образец победит сильнейший да погодка как видите отвратительность сейчас оттепель ночью были заморозки выпадает снег подмерзает и так далее автомобили у нас оба дизельные и приезжая вот сейчас именно в конце осени на заправку каждый раз волнуешься зимнее топливо зальют летнюю солярку зальют какая она там как она смешалась никто не знает если сомневаетесь не уверены в качестве дизельного топлива то мой вам совет это антигель от компании астрахим может показаться что это абсолютно одинаковые пузырьки но концентрат у них разный один рассчитан на 120 литров а второй на 60 учитывая что топливные баки легковых автомобилей как правило укладываются в 100 литров мне кажется более удобная форма она вот такая на 60 литров и еще один заметный плюс антигеля он улучшает смазывающие способности дизельного топлива ведь вы знаете что современные дизельные топлива отвечающие стандартам евро 5 она достаточно плохо смазывает нвд форсунки и двигатель от этого страдает так вот антигель астрахим улучшает смазывающие свойства топлива а учитывая что пикап это в принципе автомобиль для путешествий для дальних поездок для работы там где хороших заправок как правило просто нет мне кажется что именно в случае с такими автомобилями антигель это вот прям самое необходимое я открываю бензобак у меня там сейчас примерно пол бака ну то есть литров 40 и чтобы у нас сегодня не было проблем с автомобилями я наверное разолью пузырек примерно пополам половину хайлакс а вторую половину дверь 200 поехали даже несмотря на то что сегодня я бьюсь за l200 а не за халат в глубине души я как toyota вот надеюсь что именно этот автомобиль победит и так параллельные старты коробка в драйве моторы прогреты наверное этого следовало ожидать у меня меньше мотор меньше мощности от по чуть-чуть на каждой передаче на каждой передаче но по чуть-чуть я все-таки уступаю но разница она вот ровно пропорционально лошадиным силам это огромная разница на самом деле это огромное 200 лошадиных сил но сколько у него сколько мне лучше 180 с небольшим у меня 200 у таня и вот он результат мы стартовали с одной педали на полном прилоге без подключения дополнительной задней межколесной блокировки и не переходя в ручной режим коробки если вас пугает разница в объеме мотора 2 и 4 и 2 и 8 это не имеет никакого значения решает мощность собственно которая снимается с турбодвигателя а уж с какого объема но это вторичная я бы не сказала что это избиение младенцев но определенное удовольствие и преимущество мотора есть это поражение но в целом я бы сказал что для пикапа вполне достаточная мощность и вполне достаточно динамика да я готова три два один пошли бодренько пошла но я боюсь что ей будет тяжело за счет постоянного полного привода отсутствие дифференциала это не то что поможет вам с точки зрения управляемости мы понимаем что пикапа в принципе штука не гоночная хотя хотя я бы сказал что сейчас если вам нужна машина для приключений вне дорог то купите вот внедорожник сложнее чем купить пикап пикапа более универсальный его можно облегчить да он чуть длиннее у него хуже геометрии но все равно это очень веселая спортивная штука но о-хо-хо-хо там выше крыши было воды о это было хорошо опа пятьдесят шесть пятьдесят восемь но это было красиво я думаю что то не получила удовольствие слушаю наконец она не включилась самое главное что я не рулила они она меня останавливал то есть да боком да все но ты же сам это прогнозирует я ну так выглядело снаружи эпично прям вот это было хорошо но масса так чувствуется да масса чувствуется это так немножечко чувствуешь себя а мы успеем так остановиться так боком плывем себе и плывем да давай сейчас l200 собственно ну стартуем уже с чистой траектории здесь же но чтоб по чесноку с чистого 3 2 а я пошли так давай масечка очень надо я знаю что ты чуть хуже рулишься все знаю все знаю все знаю все прохленируйся да критивая ловушка все нормально так и должно быть перегиб по колесам у нас есть легкий разброс здесь бридж стоун но шипованные абсолютно новые такие достаточно зубастые колеса на тойоте nokian хакапелита тоже с шипами так что мне кажется что все должно быть более-менее честно то что здесь колеса многое дают да я понимаю почему пикапы стали выбирать в качестве нормальных внезорожников нас у них настоящие механические раздатки блокировки и все это работает они вот это все электроника и хорошо что она отключается хорошо что она не включается они реально настоящие внедорожники инерция почему-то инерция у l200 больше исправиться с этой инерцией она более резко она ощущение такое что у тебя что-то именно в районе колес сильно разница разная но мне кажется это больше из-за подвески потому что машина от любого есть когда на одним колесом за где-то за что-то цепляется и очень сильно переставляет и получается такое ощущение что у тебя очень большая инерция то что если у тебя что-то началось это уже поймать очень тяжело где больше кайфа ну если честно кайфа было больше в тойоте почему мне было намного надежнее ехать боком потому что я меньшим движением руля надежнее выруливал но может быть потому что это был первый проезд и еще трасса не была так размешана ничья да специально для серьезных автомобилей у нас серьезная покрышка ее официальная размера 235 миллиметров фактически ее высота вот в ненажатом состоянии 245 миллиметров заявлены дорожный просвет у l200 220 так что собственно вопрос либо он ее заденет и пройдет либо заденет и увезет естественно штатная стальная защита двигателя ну и сзади балка моста тут никуда не деться погнали у нас автомобили находится сейчас в идеальных условиях потому что за рулем сидит татьяна контакт был и контакт был как спереди так и сзади посмотрим как пройдет хайлакс у хайлакса официально дорожный просвет больше на 7 миллиметров 220 227 соответственно но вы понимаете что если вам не хватает дорожного просвета просто ставить колеса побольше и это решает проблему благо арки позволяют по форме бампера все достаточно похоже бампер тоже очень высокий но обратите внимание что номер висит заметно ниже умеется он вот так повыше расположен не знаю хорошо это или плохо просто факт контакт был и передним мостом и задним но мне кажется чуть в меньшей степени там все-таки покрышки как-то чуть сильнее колебалась но мне кажется будет честным отдать пол балла в пользу тойота разница в считанные миллиметра в случае с пикапом но это прям смешно правда то есть если бы там было там два три сантиметра на это имело бы какое-то значение считанные миллиметра мне кажется в реальности значение имеет но они есть и поэтому пол балла уходит тойота багажники смотри у меня во первых сам по себе борт чуть чуть выше даже без учета пластиковых накладок клево что они есть но мы понимаем что на самом деле пикапы все-таки все ездят с кунгами лучше если они без кунгов тогда накладка это тоже важно наверняка это тоже придет в голову владельцу l200 то что вот здесь царапинки уже есть абсолютно одинаковые автомобили мы их померили рулевской во всех измерениях грубо говоря полтора на полтора метра там с разницей в два сантиметра у миссу чуть выше борт у тойоты также на несколько сантиметров шире расстояние между арками мы говорим буквально об 1 2 3 там нескольких сантиметрах до таких различий я вижу два во первых у тебя есть подбутыльники причем сразу четыре это удобно у меня к сожалению нет но в принципе сюда тоже можно поставить термосок еще что-нибудь все будет и еще одно очень заметное отличие мы специально поставили машины вот максимально ровно и посмотрите насколько по-разному стоит задний мост у миссу больше задний свет и соответственно вот это вот часть вот отсюда до начала арок она больше сантиметров наверно на 15 то есть вот эта широкая часть кузова она заметно крупнее у меня она короче но зато это означает что у тебя не будет такой большой нагрузки на сам ну собственно на заднюю часть кузова если вы погрузите сюда полторы тонны а такое может случиться что-то мне подсказывать наверное миссу в этой ситуации придется чуть тяжелее он бы чуть больше похож на ракету это будет оставаться ровным и не все нагрузку будет достаточно равномерно так что это палка двух концах да поэтому ничья подсказывает что нет смысла настоящей машине измерять задние сиденья потому что это что она не сделана для дальних поездок упражнений по нормально вот смотри переднее кресло отрегулировано под меня рост метр восемьдесят один ты сидишь бесполезно потому что у меня рост метр шестьдесят я могу модерировать только ребят вот смотри вот сиденье установлен сейчас спинки примерно ровно колени помещаются не так чтобы особо много помещается над головой тоже мы сознательно вот я как раз хотел сказать что вы наверное уже написали в комментариях что мы едем сзади не пристегнуты а мы делаем это на закрытой площадке а во-вторых мы тестируем работу подвески мы едем по кончкам и смотрим достанем их головами до крыши или нет удивительным образом достаточно хорошо слышно шипованные колеса спереди я бы сказал что вот шипованных колес не слышно то есть какого-то дорожного гула такого его практически нет оклад давай расскажем из что у нас на что-то полезное у нас есть подлакусь что такую массивную толстенный какой-то посмотри да хорошо прям такие глубокие подстаканники пара юсб шик все по красоте и кармашек еще добавить воздуховодов нет подогревов естественно нет кармашки есть подголовники есть за 3 регулируется достаточно все вертикально да ну и подсветка она вот здесь вот где-то то есть это ты что-то роняешь на пол то ты это не находишь сидеть может посмотрел мы едем по кочкам нормально же едем я бы сказала жестко сейчас прокатимся да изначально планируется потому что у него будет возиться большой загрузок ну да если загрузить то наверное должно стать лучше поехали прокатимся встаете ну что очень ну сам подлокотник помощнее он как-то покрупнее спинка пониже мы там сидели как-то повыше было спинка место для ног ну не знаю если его и есть больше здесь на сантиметрах есть крючочки крючочки не знаю зачем они нужны и крючочки сзади есть потолок и пониже и он во-первых потемнее ну прям вообще зато ощущение более мощное как будто находишься в бункере просто шумнее просто еще шумнее конечно сзади сзади шипы да здесь нет нет юсб нет ничего не воздуховодников ничего видимо предполагается что в сирии тепло и поэтому сзади воздуховоды не нужны жестче едем вот чувствуешь мы даже сейчас еще пока кочек то больших не было а мы едем жестче мы едем медленнее и жестче думаю жестче вот прям вот вот жестче жёстче давай так мы хотели . чтобы чувствовать разницу между жестким и жестким я предлагаю пол балла митсубиши в митсу было помягче ну наверное там при загрузке это может быть как-то по-другому но митсу точно по пол балла пол балла пол балла мэй таня как тебе в салоне тойоты давай так самое главное электронные часы есть у меня то есть электронные часы самое главное компания монтана завезла в японию часиков еще лет на 100 вперед часы есть все тойота надежный крепкий автомобиль но самое интересное я зайду с козырей у меня есть раздельный климат-контроли мне кажется это важно если вы едете вдвоем пикап автомобиля для дальних дорог вы долго едете там не знаю неделю кому-то из вас холодно кому-то из вас жарко вы в конце концов просто тупо надоели друг другу и я поняла твоем козыре да ну давай во первых для того чтобы куда-то далеко ехать на пикапе да на нем должно быть удобно ехать а твой пикап трясется колбасится его переставляет и на нем ехать неудобно а в моем пикапе ехать удобно и когда тебе удобно ехать то ты уже можешь дальше размышлять философствовать ну ни одним климатом контролем мы едины а у меня зато два бардачка у меня четыре подстаканника да у меня столько вариантов пластика у меня есть пластик который сделан как металл пластик который сделан там я не знаю как кожа да у меня визуально больше меня такое впечатление что ты находишься вообще в каком-то бункере у меня красивая крыша и в этом бункере ехать безопасно потому что в нем мягко удобно и надежно но ты прям загнула я бы сказал что в тойоте чуть больше вычурного дизайна кому-то это понравится кому-то нет вот но тоже там в тойоте есть дизайн ты понимаешь а я не знаю а в митсубиши или 200 я не то что дизайна нету это какой-то японский уазик до который как был 40 лет таким и остался но подожди у меня есть подогрева сидений у меня есть подогрев руля у меня есть шайба управления полным приводом меня подстаканников как и у тебя 4 электропривод зеркал складывание но все необходимое у меня есть вот по уровню оснащения наши машины не отличаются давай так ничья мне кажется это будет честным у меня раздельный климат-контроль а у тебя чуть больше кнопочек меня кстати что касается расхода топлива удивило тойота попрожорливее в тойоте наверное где-то будет литров 11 здесь будет 10 если ездить бодро если есть спокойно но все равно митсу так как мотор поменьше вот он наверное на литр будет поэкономичнее смотри еще такой нюанс об этом надо обязательно сказать я проехал на митсу но уже под 1000 километров у меня ни разу не загоралось никаких предупреждений о том что меня прожигается сажевый фильтр на хайлаксе раз наверное километров в 200 в 300 у тебя несколько минут прожигается сажевый фильтр и в этот момент у тебя прям сильно подскакивает расход топлива ты знаешь меня это не очень беспокоит если машина работает и работает как часы работает вечно но мне все равно что в ней там зажигается саму не но это просто расход топлива это просто расход топлива ничего больше но зато вот в числе плюсов тойота и посмотри на ключик вот ключик митсубиши выглядит как ключик да это плюсик который мне кажется вполне компенсирует мой раздельный климат-контроль ничья по рукам договорились давай он чуть туда фаркопом нормально так подровняли я наверно понижайку то подключу а вот теперь мы задействовали весь внедорожный потенциал уже на блокировке уже с понижайка естественно совсем совсем фаркоп цепляет но в остальном вот мне казалось что это непроходимо сейчас попробуем то же самое повторить на l200 но я тоже не буду мучаться через метраль по жаричку так по гнали у меня фаркоп чуть чуть выше установлен и поэтому есть надежда что я чуть меньше зацеплю выглядит страшно но по крайней мере из салона да и сзади тоже чуть шкрябнули я на всякий случай пока не задействую заднюю блокировку а ну во первых прежде чем сесть нужно как-то иметь возможность хоть что-нибудь потом какую-то еще кнопочку нажать которую не нажимал до этого пробуем то ли колеса то ли о ну собственно вот этот большой задний свет который помогает при перевозке здесь он чуть-чуть мешает я прям сильно зацепил задним бампером там что труба такая снизу защитная так ладно надо выключить и спи потому что она на самом деле даже на понижайке немножко меня все-таки как-то душат или все-таки блокировку блокировку то это они уже развезла я не думаю что это проигрыш митцу поп 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 а есть это тот уровень автомобиля когда на самом деле решает колеса так вы что диванные эксперты травиться будем или попробуем еще в раскачечку вроде выглядит вообще все абсолютно easy но около нулевая температура и такая среднерусской глины такая просто как мыло ну что тойота рулит знаешь чем больше трактор тем чем круче внедорожник тем дальше идти за трактором и это та самая ситуация когда ты нагло веришь в то что ты небожитель и тебе подвластно всю и потом все-таки оказывается у тебя есть пределы твоего движения это девица дура не посмотрела куда ехать во самом деле это основной признак внедорожность нужно сначала выйти ножками посмотреть куда едет по сумме баллов до бездорожья у тойота было плюс 1 тойота вела на один балл она так и продолжает вести на один балл вообще тойота все время отдает ну как бы снисходительно к 200 до что-то ну как бы до поровну но чуть-чуть лучше тойота чуть-чуть лучше управляется в грязи чуть-чуть предсказуемее чуть-чуть мягче на кочках чуть-чуть лучше здесь чуть-чуть она симпатичнее я согласен с тем что митсу балл на бездорожье точно не заработал в лучшем случае это ничья а может быть даже и какой-то легкий проигрыш митсу в силу худшей геометрии большой задний свет и чуть меньше дорожный просвет так что но даже если мы дадим ничью то в любом случае тойота побеждает что и требовалось доказать знаете очевидно чем больше внедорожник тем дольше топать за тросом это как раз наша ситуация когда чем больше ты уверен в машине тем больше ты себе позволяешь вольностей ну а в тойоте я по-прежнему уверена наш мне кажется самое незыблемое строение вообще рук человечества с вами был блок авто мпс напишите пожалуйста в комментариях что выбираете вы тойота хайлакс или митсубиши или 200 не забывайте подписываться на наш канал до новых встреч а